Если происходит встреча человека и хищника, её исход вполне предсказуем. Чаще всего один из них становится жертвой другого и погибает. Однако бывают исключения. Одна из таких встреч стала спасением для волчицы и одного мужчины. Это невероятная история о доброте и преданности, а также о том, что дружба между человеком и дикими животными возможна. Всем привет, меня зовут Роман, вы на канале Я в шоке. Досмотрите это видео до конца, вы не останетесь равнодушными. Встреча человека и волка в лесу редко заканчивается хорошо для кого-то из них. Но не в этот раз. Лесник по имени Джером Клавелл ежедневно ходил на работу через лес. А как же иначе? В один день его внимание привлекло странное поскуливание. Он подошёл поближе и увидел раненого волка, попавшего в капкан. Джером подошёл поближе и рассмотрел зверя. Оказалось, что это кормящая волчица. Надо полагать, её волчата где-то рядом, но что с ними неизвестно. Мужчина не мог оставить зверя, попавшего в беду, тем более, когда где-то по лесу скитаются одинокие и голодные волчата. Лесник решил, что останется заночевать рядом с волчицей, а пока подумает над планом спасения. Зверь был явно настроен недружелюбно. Страх перед раненым зверем был вполне оправдан. Расположившись неподалёку от капкана, Джером решил приманить волчат. «В конце концов, не попробуешь, не узнаешь», – решил он и сложил руки у рта, завыв и митюрая волчьевой. На его удивление вскоре действительно показалось трое волчат. Они прибежали к матери, припали к ней и принялись пить молоко. Так, во всяком случае, было спокойнее. Прошла ночь. С рассветом Джером решил предпринять попытку освободить волчицу. Он заметил, что она очень ослабла, но смотрит уже без вчерашней враждебности. Это было видно по её глазам. Мужчина освободил зверя. Волчица вместе с детьми ринулась в лес, не оглядываясь. Джером тоже вскоре удалился. Но этот случай он, конечно же, запомнил на всю жизнь. Так прошло несколько лет. Однажды Джером снова проходил той же тропой, возвращаясь домой. И столкнулся практически нос к носу с медведем шатуном. Мужчина кинулся бежать и сделал первое, что пришло на ум – залез на дерево. Хотя он знал, что в случае с медведем это не выход. Судорожно соображая, что делать, он снова сложил руки у рта и завыл, как в тот раз, год назад. Каково же было его удивление, когда из кустов появилось четверо волков. Они быстро отогнали медведя, не пожелавшего связываться с целой стаей. Когда один из волков последний раз обернулся, прежде чем уйти, он еще раз посмотрел на Джерома. Это была она. Та самая волчица, которую Джером спас год назад. Только волчата были уже взрослые. Все-таки волки очень умные животные. Вот так волки оплатили человеку за спасение. Не зря говорят, что друг познается в беде. Но оказывается, что другом, человеку, может стать и дикий зверь. Такие истории греют душу и позволяют лишний раз убедиться, что мир не без добрых людей.